Он, с одной стороны, очень боялся одиночества, с другой стороны, он очень боялся, что люди, с которыми он вступает в контакт, заберут у него его энергию. Это такое противоречие невротическое, которое не так редко, кстати говоря, встречается. Кстати говоря, вот чаще всего у шизоидов он встречается. Держать все время человека, с которым ты находишься в контакте, на расстоянии вытянутой руки. Не уходи, но не приближайся. Вот идеальная позиция для человека такого склада. Кем был Карл Скастаненко? Или, скажем, тотальный сталк, который является проекцией выслеживания всего энергетического тела одновременно. Это, допустим, возникает, разворачивается на фоне объемной деконцентрации внимания, но наполняется это услеживанием всех энергетических процессов, которые происходят в объеме человеческого организма. Например, тотальный сталкинг – это вообще очень, это еще более энергоемкий процесс. Поэтому вообще конца предела продолжения этого пути нет. То есть невозможно представить себе такой избыток энергии, выработанный в процессе вот этого сталкнутого базальных комплексов, чтобы человек не нашел способ эту энергию правильно использовать, употребить, утилизировать, что она просто будет внутри него болтаться и только нарушать его внутри неравновесия. Карлс Кастанеда, я так думаю, я поделюсь просто своим мнением на этот счет. Считал, что человек, который занимается психоэнергетической дисциплиной, не может, скажем, если у него есть дети, он не может поддерживать адекватный уровень безупречности для того, чтобы успешно двигаться по этому пути. А выражения типа там острия, дыра в энергетическом теле и так далее, я считаю, что это были только метафоры, иллюстрирующие эти процессы. Но поскольку, надо же помнить, что сам Кастанеда, в силу особенностей своей личной истории, он был крайне привязчив и одновременно боялся привязанности. Помните, у него был мальчик, которого он упоминает, который был вообще не его сыном, но он относился к нему как к своему сыну, и вообще там была целая трагедия и драма. И тогда, по-моему, как раз Дон Хуан и говорил ему, что вот этот мальчик, он там в тебе дыру проделал, что-то в этом духе. Я сейчас не помню точно, но, по крайней мере, это вот очень близкий процесс. Это связано в данном случае с личностью последнего нагвая. Здесь очень много личного. Жалость к себе, без нее прожить тоже нельзя, потому что жалость к себе регулирует усилия, которые мы предпринимаем. Если у нас нет жалости к себе, мы можем себя разрушить, например, предпринимая слишком большие усилия. Мы не чувствуем усталости вовремя, например. Мы там не переключаем деятельность в нужный момент и так далее. То есть у всех этих вещей есть абсолютная биологическая необходимость.